Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другие друзья Другие друзья Субтитры создавал DimaTorzok Иногда, потому что, ну, то есть действительно, знаете, как в игре герои, когда находишь какой-то артефакт, потом еще собираешь из этих артефактов еще один артефакт, у тебя там хрустом, там, защита, уже и харизмы, и дипломатия, и тут тоже, вроде бы, у них там просто харизмы, и ты даже не думаешь о том, что, может, нам что-то не то говорил, вот, а иногда ты понимаешь, что вроде бы что-то не то, ну, нет ресурсов, понимаешь, что тебе отвечательный уровень, и ты думаешь, что у тебя меньше ресурсов, и минус 40 подходим, вот, и они не сталкивались с этим сопротивлением никогда, и, в общем, вырастают вот в уверенности, что такое же они говорят, а это все правда, и вообще, ты даже не прослужишь, вот, и главное, что это обменение, оно не только оригинальное, свежее такое, но еще человечество без него никак не войдется, поэтому его всегда на везде оставить обязательно, вот, и беспокоит их часто, например, феминизм, потому что попытка построить аппаратное пространство, для меня может казаться не таким важным, и поэтому я вот так раньше, сейчас я меньше уже стараюсь этим заниматься, потому что я устала, но раньше я смотрела, и вот что, не будет написано, про женский вопрос, не знаю, про женский туалет, там была с Татьяной, например, вообще что угодно, там всегда очень много комментариев, мужчины, они всегда вот такие, они всегда очень большие, и много букв, они такие многозначительные, ну, а, ну, и о красном, какие-то, да, вот, и, не знаю, честно, что там, можно говорить, то есть, сомнительные сведения о истинной природе женщины, что вот ее природа, это будет женственно не нравиться мужчине, о биологическом предназначении женщины, не нравиться детей, но и филиппе мужчины слушать, а в исторической условности неравенства, что всегда так было, женщины никогда ничего не изобретали, на прогресс ничего не делали, женщины не участвовали в Великой Отечественной войне, мужчины создали цивилизацию, о женских потребностях мужчины тоже знают лучше, о женском самочувствии во время вечных и беременности они знают вообще все, о материнском инстинуте они тоже знают, и в абортах знают, что такое лесбийский секс они вообще никогда на слышке знают, почему существуют лесбиянки они знают, и о том, что такое для женщины изнасилование они, естественно, тоже знают. А, например, ну и как как-то вести себя, если у тебя так, как они у тебя вести себя? Или так, например, тоже. Вот, то есть, ну по сути, неравенство это такая вещь, то есть просто у тебя нормального мужика не было, который теперь все объяснил. Вот. И я, когда начала быть феминисткой, я много еще общалась с мужчинами, а сейчас меньше. И сначала я просто там хотела, например, замуж выходить, домашнюю всю работу делать, и я сталкивалась с объяснением на этой теме, конечно, что вот там мне рассказывали про мое предназначение, про то, что мою женскую природу частоту поддерживать, и я говорила, я бы не умею, и у меня же тоже были женщины какая-то, что с ними, или что-то вы не добраете. Вот. Потом я много спорила, в очень горячих спорах я участвовала, очень потратил ресурсы своей работы в вашей семье, честно говоря, и доказывая, что вот там журналистка важна, чем там ты строитель, или ничего там, я не помню. Я не помню какого-то такого, но, допустим, я могла сфинитизировать эту информацию, когда я говорю, там, кто-то первый храм такого рода, я это понимаю. Вот. И что мне рассказывали вот, да, про женский труд, и про то, почему трудительный мужской и женский, то, что женщины больше склонны к монотонной работе, а мужчины склонны к свершению. Потом я вот с одним хорошим другом прекратила общение, когда я жаловалась в соцтеатрах, что вот меня за задницу схватили на улице. У меня стало объяснять, что вот мой внешний вид так важен на ситуации. И закончил он тем, что сказал, что сексуально одета женщина вообще не может говорить о роднокрайве. А я ему при этом даже вообще на вопрос не ответила, как я была одета во время института, а я, на самом деле, была одета в драме конкурса и картонного влага. Но это не важно. То есть он не знал, какого. Но он, да. Потом, значит, еще что-нибудь рассказывает, что совершенно не важно, мужчина ты или женщина. Главное быть хорошим человеком. Он когда-то будет учиться. В общем, это похоже. Нам совершенно все равно, кто ты гетер или ЛКВТ. Белый ты или черный. Нам все равно. Обычно это говорят гетер и белый. Вот. И если ты мужчина, то тебе не обязательно знать, что женщины когда-то работали в шахтах, пока кто-то не выяснили, вернувшись у своих мужчины. А сейчас работа в шахтах входит в список запрещенных профессий. Да, для женщин как-то более четырехсот. Ну, мужчина просто объяснит, что вы не хотите в шахтах работать, только борьтесь за свою кроватку. Вот тоже вот. На бок. Это вот очень хороший павлик. Я думаю, много арестологов. Я одновременно печалю их. Все тенции можно встретить. Так. Очень хороший павлик. Я видела в своей жизни, пока я участвую в этой группе. Вот мне рассказывали, например, все очень серьезно и умным видом. А почему в прямой рекламе женщина обязательно молодым и подтянутым, а мужчина не обязательно. Ну, что вот мне объясняют, что это лучше продается. У вас употребители такой запрос, потому что я глупая и не понимаю. Вот. А почему вы употребите такой вопрос на запросе? Ну, это не так важно. Вот. Тоже это биология. Эта биология всегда присутствует. Боже. Вот. Что еще? Катомова. Еще не решали. Вот, да. Почему женщины пользуются косметикой, хотя по сексуальному мужчинам меньше? Конечно, не почему. То есть, почему мужчины не доходят, а просто объясняют вам, что вот, женщины сидят у диеты, потому что они хотят быть сексуальными. А мужчинам это не так надо. А как бы вопроса «почему» нет. Ну, не скажи. «По том, что мужчины еще знают лихонаслышник избегать из насилования, потому что их реже насилуют?» И они обязательно с этим соображением всегда поделятся. И как нужно на приставания реагировать, что это комплимент тоже расскажут. И почему мужчины сидят в лицо, расставив ноги? Это биология, анатомия. Биология вообще, она правда в изобилии присутствует. Почему дамажное насилие существует и вся власть у мужчин? И почему изнасилование, почему приставание? То есть, биология – биология. Биология классная. Вот. Да, это тоже такое классное надплейник. У человека, в общем, выбирается на листике. Ну, и что еще? Например, секрет на правилах УДТ – я тоже считаю биологией. Все мужчины биологически должны любить женщин, у которых волосы иногда биологически не растут. в одной школе. Вот. А гендер нам дан природой и богом тоже, поэтому с детства надо навязывать. Вот. Неакадимы жить, ну, прямо для семьей, а заниматься сексом бесчетное количество раз, но при этом нам данного для детей тоже неусловно. Биологически. Вот. Что еще? Да, так и вольного вопроса. Тоже почему-то еще насилие. Ну, потому что, ну, здесь, женщин, женщин, утипло сном. Вот. Потом еще мужчины объясняют обороться домашним насилием и нынешними приставаниями. То есть, нужно либо идти на самооборону, и, конечно, видеть, кто пристает. Мне не раз, ну, я так как-то должна жаловаться на приставание, мне говорят несколько ножей. Участки, которые мои говорили. Должна нож. Да там и вот каждому, ну, и два. Классно, да. Татьяна Андреевна, например. Помню всех, которые сидят семь лет. Или, например, удовольствие можно еще получать от того, что те на улице перестают то, что это приятно. Скромнее обиваться. Тоже хороший способ. Вот. Ну, а по мере того, как я остановилась в школе Ольга Калин, моего круга мужчины, который еще ребро, например, говорит, что женщина не спасает, потому что она там ребро. Пропадали. С точки зрения появились такие умные. Они стали… То есть, они третьего волна феминизма. Первое отвечают. Вообще они все знают. Они очень умные. И они всегда феминизм не будут получать. Очень хорошо. Они знают, что это правильный феминизм, что это правильный феминистки, и что вообще-то феминизм был бы лучше, если они не правильные феминистки. Как правило, больше чем 100% с этой семьей общается. И поэтому, например, я знаю, ну, большинство феминистов, и у меня в том числе, с такими методами левого движения, очень часто, ну, так скажем, несогласия, да, потому что они считают, что они женщину будут освобождать, а женщины для него нужны, возглавить. Ну, а мы без них можем убрать. Хорошо. И вообще, мужчины, которые за гендерное равенство выступают в словах, они на самом деле опаснее всего, потому что даже я в себе чувствую потребность. Боже мой, он сказал, что он за гендерное равенство, сейчас надо его обслуживаться. и все ему сказать там, и почтение вообще, и благодарность, и немножко целовать, и все такое. И они невинные вопросы все эти задают, и вроде бы уже сотни женщины эти вопросы успели ответить, все их гугли, но он же такой хороший кусочек, он же за гендерное равенство. Сейчас я с ним буду дискутировать. Ну, и, в общем, после фразы «за гендерное равенство следует какой-нибудь ноль», там такая тоже сентенция, почему там вот как надо бороться за это равенство, и что это такое вообще, и почему он не согласен с людьми дисками, ну, все равно там, кто-то объясняет. Вот. И еще они считают часто, что… Ну, то есть это действительно такая есть манера, если есть не в прямом образе на шее, и сказать, что ты за гендерное равенство, и заставить себя таки обслуживать, вот объяснить тебе, что ты должна делать, как ты должна всем там ходить, рассказывать, всем все объяснять, с кем никогда не ссориться, быть милой, объяснять, объяснять, объяснять. Сначала ему объяснить, не отказывать ему, это никогда не за что. Потом, например, и всем остальным тоже, и… Да, иначе ты кортишь ему шуминизму, за который он, конечно же, вступает, и очень сильно переживает, что ты сейчас этим кортишь. Вот. А иногда ему говоришь, ну, а как вас так волнует настоящий феминизм? Ну, вы тоже сходите, поговорите там с мужчиной, почему женщине не стоит массивовать, ну, сделайте то что-нибудь. Он говорит, ну, у нас там другие задачи. Хорошо. Вот. Еще мне, например, часто рассказывают, что у меня, там, вот у симпатичной журналистки из Петербурга, проблем, связанных с гендерным облетением, тоже хорошие. Не может быть. Вот. Гады об аватархеем, вот эти гендерные облетениями. Вот. Потом еще объясняют, что надо там бороться, да, вот вы не с тем, там, вот здесь, там, тёлочки какие-то, вы должны с призывом барьего мужчин бороться, или, не знаю, за причине пенсионного возраста, для женщин. А там что еще? Геи объясняют изгиянкам, что дискриминация изгиянок, она гораздо менее серьезная и важная, чем дискриминация геев. Вот. И они вообще не признают изгиянок, конечно же, как им живется. Вот. Ну, и о чем проблема, собственно, с мансплейнингом, может быть так, это как-то похоже, может быть сейчас кто-то. Потом Мосик объясняет, что я дура. Это очень странно, понимая на представителях, но он понимает, наверное, ее не правильно. Так. Мансплейнинг демонстрирует лазь, давать стол, помешать обрести уверенностью в кровоте и состоятельности. На него входит очень много ресурсов, которые в личной жизни, а также политической, можно было бы потратить вообще на что угодно. Очень много сил. У меня все время вышли споры с непонятными какими-то вообще персонажами. Сейчас, когда я их вижу, то я уже вообще не прохожу мимо. Хотя еще был момент, когда я чувствую себя следами от такого рода споры. тоже буду ощутить. Вот. Я-то знаю, что он сейчас будет делать. А она не знает, у нас еще нет. Сыдно я тоже. Что-то не нравится. Вот. И когда телочка кей включился, например, я уже прописывал мариартик. Ну, туда вопрос, что происходит. Вот. И все вот эти мужчины статусно уважаемые, они всем женщинам, которых я там видела, подруга моя, какие-то незнакомые, ну, читала, всем мне подъясняли, что нет связи между бибальным насилием и физическим. Что они все против физического. Они прямо, у меня душа болит, они все против на нашем насилии, например. Но, как бы, у девочки анекдоты про блондинка произносила. У меня есть любимый анекдот произносил, он этого же не писал. И я его рассказываю. Но, как бы, а в чем он связь-то, писал? Вот. И тогда, в общем, да, потоки Мэнстой Нюрера затопили. И потоки Газлайзина. Газлайзина тоже его затопили. Вот еще учат, да, что если... Ну, это и Газлайзин, и Минсплейнер, то есть это вот так лучше. Что, конечно, у вас есть проблема, но у нас такое вообще все плохо, у нас такая плохая власть, что нам нужно объединиться. . .